Приветствую вас, как вам уже сказали мои коллеги, вы не задали никакого вопроса, не озвучили никакого вопроса. То есть, вот, в своё сновидение вы описали, что происходит, что произошло именно, ну, в сновидении, вот. А что вы хотите от нас, что вы хотите, вы не написали, вот. И это, конечно, довольно серьёзная проблема, потому что... Потому что не знаю, что вы хотите, какой вопрос вы задаёте, или какой вопрос вас интересует. Мы вряд ли можем вам сколько-нибудь именно адекватно, адекватно помочь. Ну, просто потому что, вот, нужно понимать, о чём идёт речь, и что вы хотите. Это первое. Это первое. Первый момент. Ага, момент второй. Значит, при толковании сновидений соблюдается, ну, должны соблюдаться некоторые правила, некоторые правила, которые помогут. вам прийти к желаемому результату, который, как я понял, связан с тем, что вы хотите понять толкование, ну, понять, что значит, ваше сновидение, понять, к чему оно, вот, и для того, чтобы это, значит, как-то у вас, ну, скорректировалось, чтобы своё поведение скорректировалось. Вот. Значит, ну, во-первых, во избежание, во избежание таких, в общем-то, неприятных аспектов, как, например, собственная интерпретация, да, которая, ну, в принципе, возможно, да, то есть, возможно здесь такая ситуация, когда психолог, занимаясь интерпретацией сновидений, по сути, предлагает своё. То есть, своё видение, а вместе с тем и свои проблемы. И вот, во избежание данного аспекта, во избежание данной ситуации, я бы, конечно, рекомендовал бы придерживаться определённых правил, которые должны обеспечить максимальную степень защиты от подобного рода моментов. Первое. Необходимо собрать так называемый анамнез. Анамнез. Анамнез – это события, события, которые были в вашей жизни, или лучше сказать, происходили в вашей жизни за две недели до того, как вам приснился этот сон. В профессиональном толковании сновидений необходимо, чтобы клиентам была предоставлена вся информация о произошедшем с ним за два, за две недели, значит, до сновидения. Это необходимо, это важно. Это важно. Потому что так можно понять, что происходило непосредственно с человеком. Да? Ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы, я уж не говорю о, значит, я не говорю уж о двух недель, ну, хотя бы, хотя бы несколько дней. Вот, я думаю, более чем, ну, достаточно будет. Вот, не более чем, конечно, но будет достаточно несколько дней. Вот. Это первый аспект. Аспект второй. В избежание негатива, связанного с возможной неправильной интерпретацией того, что вы, ну, написали, да, того, что вам приснилось, анализируется каждый элемент сновидения. То есть, именно каждый элемент сновидения разбирается через ассоциативную цепочку. Например, вы разговаривали по телефону, допустим. Ну, вот, элементарный аспект, да, вы разговариваете по телефону. С, значит, со своим другом, со своим молодым человеком. Вы говорите по телефону. Значит, какой, какой это телефон? Какой телефон? Что из себя представляет этот телефон? Как вы видите его, этот телефон? С чем он у вас ассоциируется? То есть, когда, как, при каких обстоятельствах вы, значит, сталкивались с фигурой телефона, вот, и что он для вас значит. Это, это очень важный аспект, если мы говорим именно конкретно вот о сновидениях. И, при таком подходе, что важно, исключается личная интерпретация психологам каких-то элементов сновидения. То есть, не психолог анализирует, даёт своё видение ситуации, а как бы вы сами всё вот в этом ключе для себя понимаете. Только, единственное же то, что при анализе ассоциаций лучше всё-таки не надеяться на первичную реакцию, да, а всё-таки при ассоциациях вторичная и третичная ассоциация является наиболее, ну, наиболее правильной, наиболее правдивой и наиболее истинной по отношению к ассоциации. Вот. Ну и, собственно, вот, подобный аспект и является последним ключевым в анализе сновидения. То есть, это то, что необходимо для того, чтобы идеально понять, что с вами происходит. Дальше, следующий аспект, который я хотел бы раскрыть. Значит, ну, поскольку вы обращаетесь к нам за помощью, да, поскольку вы хотите, чтобы мы проанализировали, наверное, сновидение ваше, ваше, то я выскажу вот те свои соображения по поводу сновидения вашего, которое у меня есть. Значит, прошу учитывать, что то, что я говорю, это не более чем предположение. Ну, потому что для более точной картины нужно все-таки поработать с вами и понять, что именно происходит. Как мне кажется, вы боитесь близости. Вы боитесь близости с мужчиной. То есть, вам хочется близости, но вы боитесь ее, этой самой близости. По какой причине вы боитесь близости, конечно, сейчас сказать, наверное, нельзя, но, как правило, это родительский запрет. Как правило, это определенные родительские запреты. На близость, на отношения, на, может быть, даже личное счастье, которое вот, ну, у вас может быть, вот. Тут, конечно, нужно разбирать. Потому что телефон, это дистанция, то есть, это, ну, это дистанционные отношения, отношения на расстоянии. А отношения на расстоянии, это, в принципе, не что иное, как страх перед этими самыми отношениями. Вот. Как бы вам неприятно, это, может быть, не звучало. Неприятно для вас, я имею ввиду. Дальше. Вы, на мой взгляд, не склонны выражать свои чувства. То есть, ну, вы, не знаю, может быть, стесняетесь своих чувств. Может быть, вы считаете их какими-то неправильными. Может быть, вы считаете их неправомерными. Может быть, вам кажется, что их не должно быть вообще. Вот. То есть, тут, конечно, как-то тоже нужно анализировать, чтобы понять, что именно происходит с вами. А мне почему-то кажется, что дело вот в этом. Вы не выращаете своих чувств сразу, вовремя, ну, в настоящий момент, когда это нужно. А потом, соответственно, из-за этого страдаете, переживаете, возможно, себя обвиняете. Вот. То есть, получаете, ну, такую, знаете, своего рода выгоду благодаря этому, благодаря этой модели-подмодели поведения. Вот. Думаю, что вы также много времени достаточно проводите в грезах, то есть, ну, именно вот, в мечтах, мечтаниях, в иллюзиях, в так называемых воздушных замках, если можно так выразиться. Вот. Что тоже создает, значит, негативную картину мира. Вот. Ну, а в иллюзиях вы находитесь потому, что реальный мир вам не нравится. Реальный мир, это не то, что приносит вам наслаждение какое-то, какое-то удовольствие, какое-то удовлетворение. Что, конечно, столько мотивирует вас на то, чтобы уходить в свой выдуманный мир. Ну, выдуманный, таким образом, мир ваш. Вот. Ага. Вот то, что я бы сказал, опираясь на ваш текст, который вы написали. Ну, на ваше сообщение. Вот. Что делать с этим? То есть, что можно с этим сделать? Вопрос, конечно, интересный. Их зависит много от того, что вы готовы делать вообще. И готовы ли вы что-то менять в твоей жизни? Готовы ли вы что-то корректировать, готовы ли вы анализировать, изучать себя, свои желания? Ну, вот. Это всё достаточно важный момент. Поскольку вопроса вы своего не задаёте, вот, то я так полагаю, что вы оставляете для себя путь отступления неосознанно, да? Оставляете для себя свободу интерпретации того, что скажем мы с коллегами, вот. И, соответственно, это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что, возможно, вы не готовы ещё к тому, чтобы что-либо менять. Вот. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, может быть, вы и готовы что-либо менять. Вот. Но просто по-вашему тексту это не читается. Потому что, как правило, именно, вот, сами перемены, они заключаются в вопросе. То есть нужен вопрос, а запрос. И тогда, соответственно, будет так. Вот. Решите сами, как вы будете использовать информацию, которую я вам дал. Решите. А сами, я надеюсь, что вы выберете для себя хороший и подходящий вариант, вот, который вам пройдёт. Вот. А мы, в свою очередь, с коллегами будем рады вам помочь всем, чем можем, все наши профессиональные знания и опыт вашим услугам. Обращайтесь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.